А у вас над дебилизмом смейся тоже, люди? На этой неделе мы окончательно убедились, что мир таки действительно перевернулся, если к власти дорываются настолько тупые и ограниченные люди. Я не очень должно в политике, если так говорить. И поначалу я действительно очень сильно обижался. Вот поверьте, мы это говорим вовсе не из желания обидеть. Просто эти зайцы настолько лихо подставляются, что размазывать их одно удовольствие. Наши воинские соединения готовы взять штурмом Киев. О, молодец! Пускай лучше думают, как Захарченко будет Киев захватывать. Жалко только российских кураторов этого бродячего цирка Шапито. С такими тупыми подчиненными на английскую школу деткам долго собирать придется. Что ни месяц, то мимо премии. И прямо сейчас мы покажем вам, как это случается. На этой неделе стукнуло 40 деньков с того момента, как игра «Испорченный телефон» приобрела особую двусмысленность. Сегодня исполняется 40 дней со дня гибели легендарного командира батальона «Спарта» с позывным «Моторолом». На могилку бравого автомойщика потянулась вся новоросская элитка. С юниона прислали юных нимф. Капрал Сластика лично приехал. Ну и, конечно, Санька Захарченко. Ну куда ж без него-то? Знаете, до сих пор не верится, что он погиб. Мы давно подметили, Сашок и Юнион рядышком – это чудесная предпосылка для какого-нибудь феерического зашквара. Но на этот раз они просто превзошли себя. Мы за свою землю будем зубами грызть любого, кто сюда придет. И за своих друзей мы тоже отомстим. Казалось бы, ничего особенного. Сахар показательно хмурил брови на могиле товарища и обещал найти исполнителей убийства. Все-таки не что попало, а целого друга убили. Мы найдем тех, кто это сделал. Ну, по крайней мере, мы нашли тех, кто отдал приказ. Это самое главное. Ходите, глядывайтесь. Мы поначалу не поверили и пересмотрели еще раз. Но нет, он действительно это сказал. Мы найдем тех, кто это сделал. Ходите, глядывайтесь. Смотрите, оглядывайтесь. Поймаем исполнителей, грозит Санька Украдиверсант. И все бы ничего, но мы ведь с вами не забыли, что с неделю-другую назад этих исполнителей Захарченко уже вроде как поймал. Наслед диверсантов, причастных к теракту, в котором погиб легендарный комбат Моторола, напали. При этом участники особого подразделения украинских нациков арестованы. При этом участники особого подразделения украинских нациков арестованы. Мы даже не поленимся поставить этого клоуна в стык с датами сказанного. Просто, чтобы все понимали уровень. Участники особого подразделения украинских нациков арестованы. Имена задержанных называть нельзя. Запрещено даже показывать лица. Их личности пока тайна следствия. Мы найдем тех, кто это сделал. Ну, по крайней мере, мы нашли тех, кто отдал приказ. Это самое главное. Ходите, глядывайтесь. Санек так заврался, что, толкая речь на могиле товарища, забыл, что исполнителей убийства Моторолки он якобы уже поймал. Возможно, что Александр с бодуна просто перепутал методичку, потому что про «ходите и оглядывайтесь» мы где-то уже слышали. Товарищи, сволочи и негодяи, ходите теперь и бойтесь. Можно лишь представить себе лица российских кураторов, которые тоже это смотрели. Ну ладно, Санек, он как был на уровне куриных бедрышек, там так и остался. Но на всю цельную Народную Республику не нашлось никого, кто мог бы предотвратить попадание в эфир такого залета. И за свои друзья мы тоже отомстим. Мы найдем тех, кто это сделал. Остается лишь в который раз поразиться. Нет, даже не тупости этих товарищей, а неприкрытому цинизму. Вот как можно так завираться и противоречить себе же прямо на могиле товарища? Санек, давай, расскажи Арсену, кого ты там поймал и кому надо оглядываться. Не менее ярко глумится над людьми не только донецкий, но и луганский барин. Причем в типичной для себя манере. Игореха исправно собирает с луганчан денежки за воду. Один не платит, все не будут. Нет, это неверный подход. У нас есть много способов. Плод там вон до рытья окопов. Одна беда. До поставщика воды на оккупированной территории эти денежки не доходят. В Министерстве по оккупированным территориям заявили, что более полумиллиона жителей Луганской области могут остаться без водоснабжения. Это связано с систематическим непоступлением платежей за объемы воды, потребленные на неподконтрольной территории в течение последних лет. Боевики на оккупированных территориях собирают деньги с простых людей, однако с Украиной за воду не рассчитывается. Все же понимают, что это большие деньги, а обрубить воду – гуманитарная катастрофа. Тут на помощь людям пришел Красный Крест. В министерстве отметили, что благодаря договоренностям с Международным комитетом Красного Креста, который предоставил деньги, Украина смогла обеспечить поставки воды в течение последних двух месяцев. «Сок, а не схемка!» – подумал Игореха. «Я буду с людей бабосы собирать, а хохлам пусть вон Красный Крест платят». «Ха, учите слабаки, как простым парням подниматься надо». «Людям, правда, таких тонкостей не рассказывают. Там всегда есть подходящая отвлекушечка. Как вам, например, очередное уничтожение украдиверсанта?» ДРГВСУ попали в засаду в районе Ясиноватой. «В комментариях ликование! Да есть же кабанчик! Давай данились диверсантишки!» «Отличная новость! Еще минус 10-15 свиней!» «Накрошили укроп. Это хорошо!» Мы, конечно, не станем обламывать людям счастье, но и не потроллить их было бы неправильно. Но для начала обратите внимание, куда стреляют бравые новоросы. Нет, может быть, «Снежная королева» тоже из бендеровцев. И чем, может, помогает окруженным диверсантам. Но с учетом того, что нигде больше снега не видно, мы смеем предположить, что это мешки с песком. Если наше предположение верно, то украдиверсанты для пущей конспирации таскают за собой не только мешки с песком, но и блиндажик, в котором, по всей видимости, и пережидают обстрел. Ага! Движущийся по полю блиндаж насторожил чутких и внимательных тимуровцев. А на стоп-кадре в начале видео просто толпа диверсантов. Правда, невидимых. Но Эдич Кабасурин может не унывать. Заботливые хохлотроли уже придумали ему отмазку, которая точно прокатил. Был немедленно уничтожен вместе с неграми, которых на фоне земли не видно. Но что же случилось на самом деле? Вариантов несколько. Скорее всего, устав от зрады истолковавшись по перемогам, боевики решили пафосно обстрелять так называемый нулевой пост. Задача такого поста – оперативно оповещать о передвижении противника. При этом наблюдение ведется инженерными приборами, не особо высовываясь из блиндажей. Что интересно, ближе к концу видео в кадре появляется ответочка, позволяющая с уверенностью сказать, что основные позиции ВСУ находятся намного дальше. А в целом привычная для этой войны картина – провокация боевиков, ответка и тишина. Но легким движением руки циничное нарушение Минска боевиками и сознательный обстрел позиций превращается в большую перемогу. Ванька! Машка! Счастье-то какое! Наши-то украдиверсантов накрыли! Это просто праздник какой-то. Ну а вообще, потенциал наших ДРГ просто огромен. Ведь если они и по карманам мешки с песком таскают, то потом и точку У не грех через поле пронести. Надо будет ее просто в два пакета завернуть, а то с одним как-то ненадежно порваться можно. А вот у кого с потенциалом все плохо, так это у нашей старой знакомой Няши. Тут нет ничего удивительного, ведь давно замечено, когда героев набирают в первом же вагоне на Курском вокзале, то они полностью соответствуют среднему уровню публики на Курском вокзале. Никаких няш-мяш и тому подобное я не допущу. Правда, если раньше девочка отвечала за хорошее настроение, приходя, например, на красный праздник с белым дедом, то теперь отношение к ней вот что-то вроде брезгливости. И не потому, что она, как бы это помягче сказать, а просто глупая баба. Многие глупые бабы, реально осознавая свой уровень, предпочитают молчать. Но это явно не тот случай. Небесная сотня, которая была прославлена в 2014 году на Украине, это чертистепелище. Это чертистепелище. Даже если ты ненавидишь Майдан, назвать сотню расстрелянных за идею людей чертями из пепелища, это слишком даже для недалёкой няши. Черти из пепелища, которые радовались хаосу, устроенному в Украине. А ведь это, между прочим, не просто тупенькая девочка с улицы, это депутат Госдумы. А кремлёвским кукловодам пора бы уже понять, чтобы потом не разгребать за такими вот героями. Не нужно подбирать первое, что под ногами путается. Ну реально, ну пройдите хотя бы три вагона.